Ты что здесь делаешь? Фу, дурак, напугал. Ты что за спины подкрадываешься? Просто никак не могу понять, какой из этих ключей от сейфа. Ну нафига нужна целую связку ключей? Светлана, ну ты же взрослая женщина. Моя жена директор фирмы. И не можешь запомнить, какой ключ к чему подходит? Мне деньги нужны. Открой, пожалуйста, сейф. В банк надо заехать. Здесь нет денег. Я вчера своими руками сюда сто тысяч клал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Здорово. Ты что такой хмурый? Надо бы как-то это... Чего, подобрее быть? Ну, может быть. С вами будешь добрым. Чего вызывал-то? Вроде в деле все есть. Слушай, да все, да не все. Вот смотри. Значит, похищено сто тысяч рублей, да? А у подозреваемой Панкова изымают... Сколько денежных средств? Десять тысяч рублей, правильно? Да ладно. Где девяносто остальные? Спрятал, наверное. Ой, у тебя, слушай, все спрятали это. Ты же понимаешь, что это слабое место. Сан Саныч, а где тонко, там и рвется. Давай думать, как выходить из положения. Давай. Прошу всех встать. Суд идет. Здравствуйте. Прошу садиться. Судебное заседание объявляется открытым. Подлежит рассмотрение уголовное дело по обвинению Панкова и Елены Викторовны в присвоении растрате чужого имущества лицом с использованием своего служебного положения. Прошу секретаря доложить явку судебное заседание. Ваша честь, явились все участники процесса, ожидают вызова в коридоре. Спасибо. Суд устанавливает личность подсудимых. Подсудимый, встаньте, пожалуйста. Назовите вашу фамилию, имя, отчество полностью. Елена Викторовна Панкова. Где проживали до ареста? Город Арзамас, улица Ленинградская, дом 64, квартира 7. Кем и где работали? Я работала бухгалтером в компании «Марел». Присаживайтесь. Объявляется состав суда. Дело слушается под председательством федерального судей Смирнова Алексея Михайловича. Государственное обвинение поддерживает старший советник юстиции Игнатьева Алексея Михайловича. Защиту подсудимой осуществляет адвокат Беликова Марина Сергеевна. Протокол судебного заседания ведет секретарь судебного заседания Третьякова Елена Сергеевна. В качестве потерпевшего в судебном заседании принимает участие гражданин Белаковский Иван Сергеевич. Суд разъясняет право отвода. Участники процесса имеют право заявить отвод судье, прокурору, секретарю судебного заседания по мотивам прямой или косвенной личной заинтересованности указанных лиц в исходе данного дела, по мотивам необъективности, либо по другим уважительным мотивам. Потерпевший у вас имеется отводы? Нет. Не имею вашу честь. У обвинения. Не имею вашу честь. Подсудимая, у вас имеются отводы? Не присаживайтесь. Подсудимая, суд разъясняет вам ваши права. Вы имеете право участвовать в судебном заседании, представлять доказательства, заявлять ходатайство, задавать вопросы свидетелям. Имеете право на защиту, на последнее слово, обжаловать приговор, если таковой состоится, по любым основаниям. Понятно ваши права? Да, понятно. Какие-либо заявления о ходатайстве имеются? Нет. Присаживайтесь. У защиты заявления о ходатайстве? Нет, ваше честь. У обвинения. Потерпевший, встаньте, пожалуйста. Суд вам разъясняет, что вы являетесь полноправным участником судебного заседания, имеете право задавать вопросы подсудимым свидетелям, представлять доказательства, заявлять ходатайство, обжаловать приговор, если таковой состоится. Понятно ваши права? Да, понятно. Присаживайтесь. Суд переходит в судебное усиление, если слово для оглашения обвинения предоставляется государственным обвинителем. Благодарю вас. Уважаемый суд, 30 ноября 2010 года в офисе компании «Марио» по адресу город Арзамас, улица Дмитрова, дом 25, было обнаружено, что из сейфа компании были похищены денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления была задержана бухгалтер компании Панкова Елена Викторовна, ныне подсудимая. Она имела ключи от сейфа, и только она была на месте происшествия в период, когда деньги были похищены из сейфа. Но несмотря на собранные по делу неопровержимые доказательства, Панкова своей вины не признала. Напоминаю, подсудимое предъявлено обвинение в совершении преступления предусмотрено частью 3 статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подсудимое, встаньте, пожалуйста. Вам понятно, предъявлено вам обвинение? Да, понятно. Ваше отношение к данному обвинению признаете, не признаете себя виновной? Я не признаю себя виновной, и я очень прошу вас оправдать меня. Присаживайтесь. В защите предоставляется право выступить с ответным словом, так сказать, обвинению. Я поддерживаю позицию моей подзащитной, и сегодня в процессе я намереваюсь доказать ее невиновность. Ваша подзащитная будет давать показания? Да, моя подзащитная даст сегодня показания, но предлагаю сначала выслушать сторону потерпевшего. Ну, ее право давать показания в любой момент следствия. Не возражаете? Не возражаете. Суд переходит в судебное следствие. Встаньте, пожалуйста. Пройдите за трибуну. Назовите полностью вашу фамилию, имя, отчество. Белаковский Иван Сергеевич. Где проживаете? Город Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 67, квартира 14. Где и кем работаете? Я генеральный директор, а также учредитель компании «Марил». В судебном заседании вы будете допрошены, обязаны отвечать на вопросы суда и говорить суда правду. Вам это понятно? Да, мне это понятно. Пожалуйста, вопросы. Спасибо, Ваша честь. Иван Сергеевич, давайте вспомним, когда, при каких обстоятельствах вашу компанию устроилась работать подсудимая? Осенью 2009 года от меня уволился бухгалтер. Мы стали искать нового, дали объявление. Среди претенденток была она, Панкова Елена. То есть вы сами добровольно приняли мою подзащитную на работу, это верно? Ну да, и вот в чем усмешка судьбы. На тот момент просилось достаточно большое количество бухгалтеров, более взрослых и опытных. Ну, мною, что ли, филантропия овладела. И решил дать ей шанс, бухгалтеру без опыта, подумав, что опытные бухгалтера и так себе место достойное смогут найти. Значит, на тот момент вы не сомневались в ее профессиональных способностях? Да при чем здесь профессиональные способности? Предыдущий бухгалтер настолько все сделала хорошо по своей работе, что и делать-то в принципе ничего не надо было. И самое главное, мы ей просто доверять начали. Я же не представлял, что она обворовать нас собирается. Ваша честь, я протестую. Потерпевший должен сообщать в суду только о конкретных фактах. А он обвиняет мою подзащитную совершенно бездоказательно. Так какие тут нужны еще доказательства? Ее практически с поличным поймали. Потерпевший, я вам разъясняю, что в судебном заседании надо говорить только то, чему вы были свидетелем. Либо предоставлять суду сведения, которые вы получили из достоверных источников, которые вы можете назвать. Догадки в суде неуместны. Ваша честь, позвольте вопрос? Да. Иван Сергеевич, скажите, это вы обнаружили 30 ноября то, что из сейфа вашей фирмы пропали денежные средства? Ну да, это я обнаружил. То есть мы вместе с женой это обнаружили. Подробно расскажите, при каких обстоятельствах это произошло? Да банально все произошло. Пришли с утра на работу, открыли сейф, денег в нем не было. А вы уверены, что деньги в сейфе были? Да на сто процентов уверен. Я их своими руками туда клал. А мог кто-то, кроме моей подзащитной, взять эти деньги из сейфа? Да кто другой мог взять? Никто не мог взять. Кроме нее никого не было в офисе. Да и вообще, зачем мы затягиваем это все дело? Пусть ваша защитная во всем признается, потихоньку деньги вернет, ну и суд засчитает, и это ей срок уменьшен. Не надо давать нам советы здесь. Суд разберется, суд выслушает доказательства. Вы не являетесь тем органом государственным, который может оценивать поведение другого человека. Пожалуйста, еще вопросы имеются? Ваша честь, пока нет вопросов к потерпевшему. У защиты. У защиты тоже нет вопросов, мы готовы давать показания. Потерпевшему, спасибо. Присаживайтесь. Подсудимый, останьтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Марина Сергеевна, ваш вопрос. Елена Викторовна, вы прежде всего успокойтесь и вспомните. Вы видели 29 ноября 2010 года в сейфе вашей компании деньги в сумме 100 тысяч рублей. Я пыталась помнить, но я не могу, я не помню. Ну хорошо, а вы доставали какие-либо иные деньги? Нет, я никакие деньги не видела, не доставала, и я не знаю, кто их взял. Елена Викторовна, не знаю, не видела, не помню. Что за детский сад все-таки? Давайте вспомним, ваша честь. Есть протокол осмотра места происшествия. Позвольте, я оглашу. Согласно этому протоколу, том 1 лист дела 24, в офисе компании «Марил» находился сейф, в котором, как пояснили сотрудники, находились денежные средства в размере 100 тысяч рублей. Но это еще не все. Есть заключение трассологической экспертизы, это также том 1 лист дела 58, из которой можно установить, что замок сейфа, в котором хранились денежные средства, и замок входной двери офиса следов взлома не имеют. Поясните, пожалуйста, суду, у вас были ключи как от входной двери в офис, так и от самого сейфа? Естественно, у меня были ключи, но, согласитесь, это совершенно не означает, что я именно открыла сейф, и что я взяла деньги. Я не знаю, когда они пропали, и благодаря кому они пропали. Не взяли, а похитили. Давайте все-таки терминологию использовать правильную для судебного заседания. Ваша честь, непосредственно в офисе была установлена видеокамера внутреннего слежения, установлена на проходное здание, в которое арендует у нас вот эти самые офисы, компания «Марил». У меня есть заключение в видеотехнической экспертизы о том, что видеозапись, которую я хотел предоставить суду, не имеет следов монтажа, и я ходатайствую о ее просмотре. Елена Сергеевна, помогите нам просмотреть видео. Да. Ваша честь, обратите внимание на время, 18 часов 22 минуты, 29-е, 11-е, 2010-го года. Вахтер у нас находился на вахте, но вот незримое око камеры продолжает слинить. И в это время, быстро-быстро-быстро, чтобы вахтер никого не заметил, мимо нас пробегает на этой видеозаписи подсудимая. Ваша честь, обратите внимание, второй фрагмент, 18-28. У нас вахтер возвращается на свое место, и в это время из здания быстро-быстро выбегает подсудимая. Вахтер что-то говорит след, но она была допрошена, и нам станет понятно, о чем там шла речь. Подсудимая, скажите, зачем же вы в нерабочее время, 29-го ноября, приходили в офис компании? Я просто забыла зарядку от телефона на работе, и мне пришлось вернуться за ней. Скажите, а зачем скрывать свой визит за зарядкой? Я не скрывала. Как не скрывали? Посмотрите на видеозаписи, у вас вахтер окликнул, там как-то попытался остановить. Вы быстро раз пробежали? Да, я торопилась, и я допускаю, что я могла не услышать. Вы торопились скрыться с места совершения преступления? Я не скрывалась, я вам уже тысячу раз сказала. Вам просто удобно думать о том, что я скрывалась. Вы не слышите меня, вы не меняете свои мнения, я не меняю свой ответ. Мне удобно, чтобы преступления не совершались. А если совершались, то быстро раскрывались. Вы отрицаете очевидное. Моя подзащитная уже пояснила свое поведение в стороне обвинения. Ваша честь, пояснений этих недостаточно явно, они противоречат тому, что мы с вами видели на видеозаписи. Как может, так она может и пояснять. Она может вообще отказаться пояснять, Алексей Михайлович. Это правда, Ваша честь, но если она стала давать показания, то хотелось бы, чтобы они были правы. Вопросы конкретные. У меня больше нет вопросов к подсудимому. У защиты. Тоже пока нет вопросов. Присаживайтесь. А подсудимый, скажите, пожалуйста, ответить на один вопрос. А вы сумму в 100 тысяч рублей под отчет получали как бухгалтер? Нет. Присаживайтесь. В судебное заседание приглашает свидетель Белаковская, Светлана Михайловна. Свидетель Белаковская. За трибуну пройдите, пожалуйста. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Белаковская, Светлана Михайловна. Где проживаете? Арзамас, Комсомольский бульвар, дом 67, квартира 14. Где и кем работаете? Я директор компании «Мариэл». В судебное заседание вы будете допрошены в качестве свидетеля. Я обязана отвечать на вопрос суда и говорить суду правду. Вам это понятно? Пожалуйста, вопрос обвинения. Спасибо, Ваша честь. Светлана Михайловна, скажите, это ведь вы со своим супругом обнаружили тот факт, что из сейфа пропали деньги? Да, точнее, это муж увидел, что денег нет, а я сразу поняла, что это Панкова их украла. Ваша честь, я прошу сделать замечание свидетелю. Вина моей подзащитной еще не доказана. Я понял. Я не делаю замечания, но я вам пока на первый случай разъясняю, что в судебном заседании не надо никого обвинять, не надо догадок, не надо предположений. Отвечайте конкретно по фактам, которые вам известны. Пожалуйста, следующий вопрос. Спасибо, Ваша честь. Светлана Михайловна, давайте тогда действительно по фактам подробно поясните нам, при каких обстоятельствах вы узнали о том, что деньги пропали? 30 ноября я пришла в офис пораньше мужа. Мне нужно было еще заехать в банк. Но я еще тогда на проходной поняла, что сегодня какая-то ерунда вот точно случится. Послушайте, но все-таки судья вас предупреждал, что предчувствия в данном случае не работают. Давайте основываться на каких-то фактах. Почему у вас возникло предчувствие? Может быть, какие-то реальные обстоятельства заставили вас так подумать? Ну, разумеется. Еще при входе в офисный центр я встретила нашу вахтершу ночную, Марию Андреевну Баскакову. И она мне говорит, что это вы, мол, девочку заставляете работать сверхурочно. Я говорю, какую девочку? Что это вообще значит? И что значит сверхурочно? И она мне рассказала, что накануне, вечером предыдущего дня, в офис приходила именно Панкова. То есть вас это насторожило? Конечно, меня это насторожило. Объясните, почему? Ну, потому что Панковой днем работать точно не заставишь. А уж вечером это что-то вообще немыслимое. Светля, а почему вы так говорите? Например, потерпевший только что сообщил суду о том, что как работница моя подзащита на его полностью устраивала. В самом деле? Иван, ты ее что, защищать тут вздумал в суде? А чего я такого сказал? Я просто сказал, что она хорошо выполняла свои обязанности. То, что я тебе не сообщала о всех косяках, которые она допускала, еще не значит, что она хорошо справлялась со своими обязанностями. Сообщала бы, что ты мне сейчас устраиваешь. Светя, действительно, справлялась с должностными обязанностями или нет, это совершенно к делу не относится. Давайте вспомним, когда вы пришли в офис, дверь была открыта или закрыта? Дверь была закрыта. Я это помню точно. Я достала связку ключей и сама открыла дверь. Понятно. Может быть, вы заметили какие-то следы беспорядка, какие-то следы поиска? Нет. Все было так же, как вечером предыдущего дня. Понятно. Что вы стали дальше делать? Ну, я зашла, взяла связку ключей, подошла к сейфу, хотела забрать деньги. И тут вошел в кабинет мой муж Иван. Он сам взял ключи, открыл сейф и увидел, что денег там нет. Угу. Понятно. Можете нам назвать, какая сумма хранилась в сейфе? Сто тысяч рублей. Сто тысяч рублей. Ваша честь, в материалах дела имеется выписка по банковскому счету фирмы. Из нее можно установить, что с банковского счета фирмы были сняты денежные средства в размере сто тысяч рублей. Скажите, пожалуйста, что вы стали делать дальше? Я вызвала полицию, разумеется. Когда они приехали, я сказала, что подозревают только Панкову. И это я подсказала сотрудникам допросить нашу ночную вахтер. Скажите, свидетель, а кто имеет ключи от сейфа? Я и Панкова. А вы точно помните, что не брали деньги из сейфа? Вы что, думаете, а скалератичка, что ли, какая-то? Я на нее похожа? Конечно, я это точно помню. Скажите, а где вы встречали новый 2011 год? На Кипре. А какая разница, где я встречала новый год? Это вообще, по-моему, ни при чем. Ваша честь, стороной защиты получены следующие документы. Это копия договора на оказание туристических услуг фирмой Шезлонг. Из этого документа следует, что 7 декабря 2010 года свидетель Белаковская приобрела две туристические путевки на свое имя и на имя некого Кондратенко Юрия Петровича. Дорогая, Юрик здесь при чем? Я что-то не пойму. Я тебе потом объясню вообще ни при чем. Что ты мне объяснишь потом? Ты что, любовничка, погреться, что ли, возила? Успокойся. Да ты все лучше мне сейчас расскажи. Чего ты мне успокойся? Я все равно все узнаю. Флаг тебе в руки, милый, там узнавать совсем нечего. Ваша честь, я прошу приобщить данные документы к материалам дела, а также обращаю внимание суда на тот факт, что стоимость этих двух путевок составила 97 тысяч рублей. И эти деньги свидетель Белаковская заплатила лично кассу туристической компании. Суд постановил, что ходатайство адвоката оставит без удовлетворения. Мы ваши сведения приняли к сведению, так сказать, и занесли протокол. Продолжайте. Скажите, свидетель, а вы можете сообщить суду, где вы взяли деньги на оплату этих двух путевок? Муж дал. Не давал я тебе никаких денег. 97 тысяч я тебе не давал. Заткнись, какие 97 тысяч? Я оплачивала только свою путевку. Юрка платил сам. Еще вопросы обвинения имеются у защиты? Нет вопросов к свидетелю. Свидетель, присаживайтесь, пожалуйста. В судебное заседание приглашается Панкова. Свидетель Панкова. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Александра Андреевна Панкова. Где проживаете? В городе Арзамасе, по улице Молодежная, дом 47, квартира 14. Работаете где кем? Я не работаю временно. В судебное заседание вы будете допрошены в качестве свидетеля, обязаны отвечать на вопросы суда. Вам это понятно? Да. А вы кем приходитесь? Двоюрная сестра. Двоюрная сестра. Пожалуйста, вопросы защиты. Спасибо, Ваша честь. Александра Андреевна, как вы можете охарактеризовать мою подзащитную, свою сестру? Только с положительной стороны. Если вам что-то наговорили, то это все ложь. Она в жизни не возьмет чужого без спроса. Это добрый, отзывчивый человек. В ней нет ни капли хитрости. Ну, может быть, вы не совсем хорошо ее знаете. Не нужно меня подначивать, господин Покурор. Я и так сильно волнуюсь. Уважаемая сторона обвинения, давайте прекратим давить на нашего свидетеля и дадим возможность стороне защиты опросить ее. Я просто о том, что наши чувства могут нас обманывать. Понимаете? Так, в сторону. Вопрос-ответ. Ну, пускай защита задает. Пожалуйста. А скажите, Александра Андреевна, а Ваша сестра нуждалась в деньгах? В деньгах нуждаются все. Мы не при коммунизме живем. Ну, смотря кому сколько этих денег нужно. Но я могу с полной уверенностью сказать, что Лена не как девочки вон шарахуется по клубам. Она сама зарабатывала себе на жизни, сама платила за свою учебу. Свидетели, я вот не слышу ответа на вопрос адвоката. Нуждалась ли сестра в деньгах? Нет, не нуждалась. Не нуждалась. А может, были какие-либо причины, по которым ей срочно понадобились они? Не было таких причин. Долгов у нее нет. Наркотики она не употребляет. У нее есть своя квартира, ей родители оставили. Да и потом, какая разница, нужны ей были деньги или нет. Ведь есть простая человеческая логика. Ну, работает она на своей работе и ворует деньги. На что она надеется? Она ведь первая, на кого упадет подозрение. Ну, Лена никогда глупой девочкой не была. А не могли бы вы рассказать и пояснить суду о моральном состоянии вашей сестры накануне того, что произошло? Да, могу. Недели за две, за три до того, как ее арестовали. Я ее встретила, и на ней лица нет. До этого она была обыкновенной, жизнерадостной. И в кино ходила, и в кафе. А тут, смотрю, сама не своя. Вся поникшая какая-то, испуганная. Скажите, а может быть, вам известны причины? Конечно, известны. Известны. Я пыталась исследователям сказать, но они меня даже слушать не стали. Им все на... Девочку беспомощную свалить. Конечно, это удобный случай. Александра Андреевна, так в чем причина? Или в ком? Вот она причина сидит. И делает вид, что ничего не происходит. Это вы про меня, что ли, говорите? Параман, подождите. Это что, это вы с больной головы на здоровую хотите все свалить? Я вообще уверена, что никакой кражи не было. Что он просто хотел ее вогнать в долги, отомстить. Да у вас вообще мозги есть, что вы несете? У меня мозги есть, у вас нет совести. Господи, Света, нормально? У нас же украли деньги, и эта тварь еще нас оскорбляет. Так, свидетель, вы не в фирме, и там даже не надо ругаться. А здесь ругательство вообще ни к чему. Еще раз, и я вас оштрафую. Продолжайте допрос. Спасибо. Александра Андреевна, а что вам известно об отношениях моей подзащитной, вашей сестры и потерпевшего Белаковского? Ну, видите, она девочка симпатичная. За ней многие мужчины ухаживают. Не надо, пожалуйста. Как это не надо, Лена? Если ты молчишь и не хочешь рассказывать, как он к тебя домогался, то я молчать не буду. Что она лепечет? Я вообще не понимаю, что она говорит. Что вы говорите за бред? У вас вообще голова работает или нет? У меня работает. Успокоились, успокоились. Бред? А домогаться ее с цветами, с шампанским, заявляться к ней – это бред? Когда? Когда? Так, успокоились. Свидетель, расскажите суду о конкретных случаях, когда потерпевший домогался вашей сестры. Конечно. Я встречала иногда Лену после работы. И вот этот молодой красавчик приглашал ее подвезти до дома. Да что приглашал? Он ее насильно в машину тащил. Да что значит насильно? И что это не было? На мои глаза. Если я предложил девушке подвезти ее, это не значит, что я ее домогался. Свидетель, а расскажите об этом случае в суду? Значит, я была в гостях у Лены. Мы сидели с ней на кухне. Раздался звонок в коридоре. Лена пошла открывать. Я услышала пьяный разговор ее директора. Шум, какая-то возня. Я решила пойти посмотреть. Но в это время, пока я дошла, Лена уже вытолкнула за дверь. Замечательно. Да не я это был. Я что на молодую девчатину потянула? Я что-то не пойму. И ты еще мне за мои какие-то секреты. Ты все не так поняла. А что я здесь понимать, чем морду тебе набью? Сейчас эти истерички здесь на удары. Успокойтесь, пожалуйста. Успокойтесь, Белаковская. Успокойтесь. А вы уверены, свидетель, в том, что именно потерпевший оказывал знаки внимания вашей сестре? Уверена. Лена мне подтвердила, что это был именно ее директор. Товарищ судья, меня не стали даже слушать следователи, что это просто тупая месть ее директора за то, что она не переспала с ним. И все. Что вы говорите такое? Я знаю, что я говорю. Так, вопросы еще имеются? Вопросов нет, но я хочу еще раз обратить внимание сюда на тот факт, что потерпевший ранее отрицал какие-либо отношения с моей подзащитной. Их и не было. И этот факт не был исследован на стадии предварительного следствия. Осталось больше вопросов, чем ответов. Но я думаю, что к этому не соответствуем. Мы еще вернемся к принях. Ваша честь, действительно, к этому не соответствуем. Надо вернуться, может быть, прямо сейчас. Потому что если ухаживал, то с цветами там и с шампанским. Опять же, ничем не подтверждены показания свидетеля. А предположить о том, что у нас потерпевший будет знать о том, что подсудимая вернется в тот день, когда похищены были денежные средства. Ну, это, извините, ничем не подтверждено. То есть говорить о том, что потерпевший подставил подсудимую и знал о том, что она в этот вечер будет возвращаться, ну... Алексей Михайлович, наше судебное следствие мягко так гладко перетекает в судебный предмет. Ваша честь, я считаю, что с тем объемом доказательств, которые есть, в принципе, надо было брать особый порядок и заканчивать этот процесс. Это уже свидетель, что они про меня говорят. Ваша честь, незадолго до судебного заседания ко мне обратился знакомый, мой подзащитный, это Бекетов Никита Иванович. Я ходатайствую о его допросе. Есть возражения? Ваша честь, знакомый, да, обратился. Я не удивлюсь, если много знакомых вообще у подсудимой. Если каждый будет обращаться и, плюс ко всему, очевидно, я так понимаю, в хороших отношениях люди находятся, то понятно, какие показания они будут давать. Я возражаю против допроса этого человека. А я считаю, что это информация, которую он владеет, поможет суду разобраться в данном деле. И все-таки ходатайство о его вызове. Суд постановил ходатайство адвоката удовлетворить. Пригласите данного свидетеля в судебное заседание. Свидетель Бекетов. Свидетель за кафедру, проходите сюда. Никита, ты что, рассказать собираешься? Лен, не волнуйся, все хорошо будет. Успокоились. Представьтесь, пожалуйста. Бекетов Никита Иванович. Где проживаете? Арзамас, улица Ленинградская, дом 64, квартира 18. По ходатайству защиты вы приглашены в судебное заседание в качестве свидетеля. И суд вас предупреждает, что в суде надо говорить правду, отвечать на вопрос суда. Вам это понятно? Понятно. Пожалуйста, вопрос у Марина Сергеевна. Спасибо. Никита Иванович, вы знаете подсудимую? Да, конечно. Это Лена Панкова. Мы с ней в одном доме живем. А насколько хорошо вы ее знаете? Ну, мы еще в школе вместе учились. Она шествовала над нашим классом, помогала во всем. Я ее очень хорошо знаю. Да за нее, если надо, весь наш класс подпишется. Никита Иванович, вашу знакомую обвиняют в краже денег. Что вы можете рассказать по этому делу? Никита, Тюма, Олег, пожалуйста, ничего не говори. Лена, говори, говори, давай, секундочку, Лена, говори. Никита, что ты знаешь? Лена, молчать нельзя, будет только хуже. Надо все сказать. Успокоить. Вопросы? Никита Иванович, расскажите обо всем, что вы знаете. Никита, я тебе только одному рассказывала. Говори, Никита, говори. Подождите. Лен, надо все сказать. Бояться больше нечего. Этот гад Гридни вздох. Из офиса частной компании в Арзамасе похищены 100 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержана бухгалтер компании Елена Панкова. Но, несмотря на неопровержимые доказательства, подсудимая вины не признала. И сотрудничать со следствием отказалась. Бояться больше нечего. Этот гад Гридни вздох. Говори, Никита, все, что ты знаешь, рассказывай. Так, успокоились все. Бекетов, выражайтесь яснее. Что вы имеете в виду? Сдох? Кто такой Гридни? Ваша честь, Лена не виновата. Ее заставили украсть эти деньги. Бекетов, подождите. Вот действительно, совершенно непонятно. Вы сейчас говорите о тех денежных средствах, которые были похищены у фирмы Марио. Да, именно про эти деньги я и говорю. Свидетель, вы сказали, заставили. То есть вы хотите сказать, что на мою подзащитную оказывалось давление? Давление? Мягко сказано. Один урод хотел ее убить. Так, давайте по порядку. Кто пытался убить мою подзащитную и за что? Да один придурок хотел ее изнасиловать. Так, Бекетов, давайте без выражений в судебном заседании. Отвечайте. Ваша честь, Лен, ну расскажи уже сама, я же только с твоих слов все знаю. Ваша честь, разрешите, не прерывая допросы свидетеля, задать несколько вопросов моей подзащитной. Хорошо, подсудимая, встаньте, пожалуйста. Попейте водички и ответьте на вопрос адвоката. Скажите, вам есть что добавить к вашим показаниям? Елена Викторовна, Ваша честь, я прошу буквально минутку для того, чтобы поговорить со своей подзащитной. Елена, я понимаю, что вам сейчас тяжело, но нам нужно дать эти показания. Я вас прошу, это в ваших же интересах. Нам объявить более длинный перерыв? Нет, Ваша честь, мы готовы. Пожалуйста, продолжайте тогда. Елена, я тебе повторяю, вам есть что добавить к тем показаниям, которые вы уже дали? Я хотела сказать, что, в общем, на эти деньги взяла я. Лена, не оговаривай себя, что ты... Вот теперь, Белаковский, я вообще не знаю, как ты передо мной извиняться будешь. За что извиняться-то? Твои любовные похождения мы дома осуждать будем. Какие похождения? Ты лучше про них расскажи. Так, так, успокоились, Белаковские. Успокоились. Я спокойна, Ваша честь. Спасибо. Подсудимый, я правильно понял, вы признаетесь в том, что именно вы взяли эти деньги? Да. Почему вы их взяли? Мне было просто больше негде взять. А зачем вам нужны были деньги? Я извиняюсь, что я плачу, просто мне правда очень тяжело это рассказывать. Нет, Виктор, не успокойтесь. Соберитесь. Просто такой стыд. Днем. 29 ноября я встретила одного человека. Я раньше его знала как нормального парня. Я не подозревала, что он насильник и наркоман. Какое отношение имеет данный человек к делу, которое мы сейчас рассматриваем? Я сейчас объясню, просто я поссорилась с своим другом Борей Пахомовым и откуда-то Гриднев узнал об этом. В общем, он сказал, что Боря у него дома, ждет меня и хочет поговорить со мной. Я пошла к нему в квартиру. Елена Викторовна, что с вами произошло в квартире Гриднева? Я пришла туда, увидела, что нет Боря. Потом спросила, где он. А в ответ... Мы будем плакать или говорить? Перерыв нужен, сделаем перерыв. Елена Викторовна, что было дальше? Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но нужно сказать это. Тяжело сказать, правда. Он схватил меня за горло и повалил на диван. Дальше. Он сказал, что у него две недели уже не было секса и что я для этого очень подхожу. Я стала плакать и вырываться. Он ударил меня по лицу. Я не могу, нет. Потом в сторону сёгивать одежду и я просто уже не могла вырываться. Мне уже не было сил. Ваша честь, я тогда встретил Лену во дворе. На ней лица не было. Я думал, ей плохо. Я её пригласил к себе, она мне всё рассказала. Лен, расскажи, как ты от него освободилась? Свидетель Бекетов. Здесь вопрос задаёт суд. У вас возник... К вам возникнут вопросы, я задам. Продолжайте. Когда он попытался меня изнасиловать, я... Я правда очень испугалась. И меня стошнило. И он сказал, что я грязная тварь. Что он больше не хочет со мной ничего иметь. Но при этом я должна ему компенсировать сто тысяч за моральный ущерб. И что вы предприняли? Побежали за деньгами? Я умылась, оделась. Собралась, пошла искать средства, потому что я испугалась этого человека. Встретила Никитку. Он успокоил меня, но денег у него тоже не было. Лена, почему ты не обратилась ко мне? Ведь у тебя ведь есть я. Я бы всю полицию на ноги поставила. Панкова, успокойтесь, пожалуйста. Елена Викторовна, скажите, правильно я понимаю, что вы взяли деньги из сейфа компании, в которой вы работали, верно? Да, мне было больше просто негде. Подсудимый, я правильно понимаю, что вы утверждаете, некий Вячеслав Гриднев пытался вас изнасиловать, угрожал убить, требовал принести денежные средства. Потом вы, находясь на свободе, без контроля со стороны Гриднева, пошли, совершили кражу, похитили чужие денежные средства, да? А потом вернулись к нему, отдали эти деньги. Вот знаете, здесь сидят вменяемые люди вроде бы, да? Судья, вот тут обвинения, люди в зале. Может быть, поясните логику своего поступка? Почему вы не обратили в полицию? Почему вы не совершили установленный закон о действии? А какие у меня доказательства? У меня нет доказательств вообще никаких. Они бы появились, если бы обратились. Я писал бы заявление, его бы сразу отпустили. У нас так работают правоохранительные органы, правда? Да вот вы-то правда думаете так. Да, я правда так думаю. А вы на скамье подсудимы почему? Если бы этот человек отпустили, то все, он сказал, что меня убьет. И это правда, я ему склонна верить. Под запись бы это записали, все его угрозы, никуда бы он не ушел от правосудия. Ну, конечно. Так, Ваша честь, я прошу вас, не надо ее мучить. Вы видите, в каком она состоянии? Я уверена, что она не виновата. Ее просто использовали. Подождите, стоп, как это не виновата? Она украла наши деньги, отдала их какому-то наркоману. Успокойтесь, вы только один, как вы думаете. Вы мне вернете деньги? Верно. Я вам проклятые деньги, а если бы с вами такое случилось? Я бы в полицию пошла, не тупила. Да, конечно, посмотрел бы я на вас. Давайте, может быть, эксперимент поставим? Какой эксперимент поставим? Ты рот свой закрой и помолчи. Но если действительно такая ситуация, и пусть она мне деньги вернет, и я заберу свое заявление. Да, конечно, какие мы добрые все! Ваша честь, позвольте вопрос, Светя Любектова. Нет, мне уже начинает нравиться данная ситуация. Как будто мы не в суде здесь собрания данной фирмы, которая является потерпевшей. Пожалуйста, вопрос. Здесь, Ваша честь, большая часть, действительно, этой фирмы. Ваша честь, позвольте задать вопрос, Светя Любектова. Да, пожалуйста. Скажите, свидетель, подсудимая всерьез относилась к угрозам Гриднева о том, что он ее убьет и изнасилует? Конечно. Или изнасилует и убьет? Конечно. Я ее когда во дворе встретил, на ней лица не было, она бледная вся была. Я думал, ей плохо, прям трясло аж все от страха. Понятно. Скажите, свидетель, а вас трясло от страха? Вас ведь никто не пытался изнасиловать или убить. Почему вы не обратились в полицию и не рассказали об этом? Почему по вашему заявлению не возбудили уголовное дело? Дело в том, что когда мне Лена все рассказала, я ей сразу сказал, чтобы она пошла в полицию. А я на следующий день уезжал, вечером даже того же дня, уезжал к бабушке. У меня полгода не было в городе. А когда я вернулся, узнал, что Лена уже в тюрьме. И я сам нашел адвоката и сам ему все рассказал. Ваша честь, несмотря на то, что я, честно скажу, очень сильно не доверяю этой ситуации, но в связи с появлением некого Гриднева, я считаю, необходимо яходатство об этом отложить процесс, ну, не меньше, чем дня на 3-4, для того, чтобы проверить показания этого свидетеля. Еще раз приходить, что ли, придется? Сколько нужно, столько и придете. Суд постановил. Дело слушаем, отложить на неделю. Прошу тебя кстати. Алло, да, это я, привет. Слушай, отложили на неделю, открылись новые обстоятельства. Мне надо, чтобы ты проверил некоторых свидетелей. Хорошо. Привет, Михалыч. Здорово. Хочешь посмотреть на того самого Гриднева? Слушай, ты меня на кладбище что-то приглашаешь проехать? Да нет, какой кладбище? У нас сегодня офисная встреча с покойниками. Да ладно, ты в своем офисе с покойниками встречайся. У меня нормальный чистый офис. Секундочку. Гриднев. Прошу вас. Заходите. Присаживайтесь. Вы присаживайтесь. Гриднев, Вячеслав Дмитриевич. Собственная персона. Гриднев, да? Да. Как вы себя чувствуете, Гриднев, все нормально? Я? Да. Я нормально себя чувствую. Нормально себя чувствую. А в чем, собственно, дело? Да нормально, нормально. То есть все хорошо, ничего не болит, никаких проблем в жизни не испытываете, да? Извините, а вы что, доктор? Моим здоровьем интересуетесь? И вообще, я хочу знать, зачем меня сюда вызвали. Вызвали вас сюда. Я тоже хочу знать, зачем вас сюда вызвали. Я вам поясню. Елену Панкову знаете? Ну, естественно, я знаю Елену Панкову. Знаете? Да. Отлично, отлично. Тогда у меня будет к вам предложение проехать на одно серьезное официальное мероприятие. Судебное заседание объявляется открытым. Продолжается судебное разбирательство в отношении Панкова Елены Викторовны по факту хищения денег. У прокуратуры есть какие-то сведения? Вы просили перерыв для... Да, Ваша честь. У меня есть ходатайство о допросе свидетеля Гриднева. Вы его нашли, да? Да. Он здесь? Он присутствует. Пригласите, пожалуйста, свидетеля Гриднева. Свидетель Гриднева. За трибуну пройдите, пожалуйста. Назовите вашу фамилию, имя, отчество. Гриднев Вячеслав Дмитриевич. Где вы проживаете? Проживаю в поселке Шабриха, улица Зеленая, дом 4. Работаете? Да, я работаю электриком. В судебное заседание вы приглашены в качестве свидетеля, обязаны отвечать на вопрос суда, говорить суду правду. Вам это понятно? Да, конечно, понятно. Пожалуйста, Алексей Михайлович. Спасибо, Ваша честь. Гриднев, скажите, вам кто-нибудь знаком из присутствующих в зале? Ну да, я знаю Ленку Панкову и вот этого вот, Никиту Бекетова. Я что-то вообще натворил, скажи. Лен, я же не знал, что он уехал. Я думал, он умер. Бекетов, хватит перебивать. Живой и здоровый Гриднев у нас стоит. У меня будет сразу к вам прямой вопрос. Вы уж извините, что задаю, но надо выяснить. Вы наркотическими средствами злоупотребляете? Так я же уже вам рассказывал, что я с этим уже давно уже завязал. Все, я наркотики не употребляю. Я уже от наркотиков не завишу. Отлично. А теперь вот, нет, вы рассказываете суду. Прокурору вы рассказали, следователю рассказали. Теперь мне рассказываете. Хорошо. Ваша честь, я не завишу от наркотиков. Я их не употребляю. Я услышу. Скажите, пожалуйста, свидетель, ранее вы проживали в Арзамасе, верно? Да, я жил в Арзамасе. Но так как я решил покончить со своим наркоманским прошлым, я уехал из города вообще, переехал в маленький поселок. Теперь я живу, работаю, начал жизнь, как говорится, с нуля. Хочу создать семью. И вообще мне бы хотелось, чтобы о моем прошлом вообще никто не знал. Ну, вряд ли, с учетом того, что действительно ваше прошлое требует для установления истины выяснить. Скажите, 29 ноября 2010 года где вы были, что делали? Ну, конечно, точно по минутам я вам не скажу, где я был. Но скажу точно, что я был у себя в поселке, на новом месте жительства. Понятно. 29 ноября 2010 года вы встречались с подсудимой Еленой Панковой? Нет, конечно, я ее не видел. Ни 29-го, ни 30-го, ни в последующие дни. Я не видел ее. Ну, что ты вообще делаешь у нас в поселке? Ты был там, ты хотел меня изнасиловать и убить, и деньги вымогал. Блин, ну как тебе не стыдно? Ты что, дура, что ли? Тебе приснилось, что ли, это вот овца? Ты что, сейчас изворачиваться? Ты что, врешь-то? Я не пойму. Ваша честь, я подтверждаю, он врет, ему верить нельзя. Он наркоман и за дозу сделает что угодно. За какую дозу? Ты что, дебил, что ли? Я тебе сейчас башку отшлюбил вообще. Не видно, что ли, что это за человеком? Пожалуйста, заметьте место за трибуной. Гриднев, успокойтесь. Вы решили завязать с наркотиками, так завяжите с прежним своим поведением. Господи, сегодняшний твой тем решил завязать. Ведите себя нормально. Ваша честь, поведение сложнее изменить, чем отказаться от наркотиков, очевидно. Позвольте, у меня будет вопрос к Бекетову. Да, пожалуйста. Бекетов, встаньте, пожалуйста. Пожалуйста, скажите, вот это тот самый Гриднев, по которому вы нам рассказывали вместе с подсудимой, правильно я понимаю? Да, это он. И верить ему нельзя. Да? Ему нельзя верить? Да, нельзя. А я думаю, что верить надо как раз Гридневу, а не Бекетову. Ваша честь, позвольте приобщить к материалам настоящего уголовного дела. Выписку. Это детализация входящих и выходящих звонков по мобильному телефону Гриднева, который он пользовался непосредственно в ноябре 2010 года. Также есть биллинг. Из него можно установить, что господин Гриднев находился у себя в поселке Шабриха. И никаких данных, что он выезжал в какое-то другое место, а также на квартиру, где он якобы пытался вас изнасиловать, подсудимая, не установлено. А вот Бекетову, я так понимаю, придется ответить за те показания, которые он дал ранее в суде. Ваша честь, я не врал. Я все знаю со слов Лены. Ей я верю, а ему я не верю. Он что-то намухлевал со своим телефоном. Что можно намухлевать с телефоном, идиот? Слушайте, что он не был в Арзамасе. Успокоились, успокоились. Так, еще вопросы к Гридневу. Нет, ваше честь, спасибо. У защиты. У меня вопросов к свидетелю нет. Присаживайтесь. Подсудимая, а вы что можете пояснить по данному вопросу? Я хочу сказать, что этот человек лжет. Он был там, и все действительно так, как я сказала, потому что факт был. Я жалею, что я не написала заявление, серьезно, потому что сейчас бы ты не был на свободе. Присаживайтесь. Это тот весь кошмар, который ты заварил, понимаешь? Я теперь расхлебываю. Ты реально дура. Так, успокоились. Гриднева, присаживайтесь. Дополнение у защиты к судебному следствию имеется? Не имею, ваше честь. Дополнения хозяйства не имею. Не имеете. Белаковский, встаньте, пожалуйста. Когда вы получили деньги, которые положили в сейф? Вы в банке получали их? Да. Вы положили их в сейф? Да, однозначно положил в сейф. Они пропали на следующий день? Вы их не обнаружили? На следующий день, на утро, мы вместе с женой их не обнаружили в сейф. Не обнаружили. Присаживайтесь. Судебное следствие объявляется закрытым. Суд переходит в судебном. Приняем слово для выступления предоставляется государственному обвинителю Игнатию Алексею Михайловичу. Благодарю вас. Уважаемый суд, участники процесса. Я считаю, что вина подсудимой полностью доказана в инкриминерном ей преступлении. Помимо ее признательных показаний, есть доказательства в виде видеозаписи, есть показания свидетелей, показания потерпевших. Подсудимая пыталась ввести суд в заблуждение относительно того, по какой причине она взяла эти деньги. Утверждая, что может быть отсутствует у нее субъективная сторона, она под влиянием угрозы, шантажа со стороны господина Гриднева пыталась, так сказать, исправить сложившуюся у нее в жизни ситуацию, задобрить его этими денежными средствами. Ваша честь, эти показания ничем не подтверждены. Обвинение проверило все версии, какие только было возможно. И я считаю, что подсудимая говорила подобное только с целью уйти от уголовной ответственности, для того, чтобы ввести в суд заблуждение. Ваша честь, я считаю, что вина подсудимой доказана. Более того, как мы знаем, денежные средства не обнаружены. Денежные средства подсудимая так и не выдала суду. Таким образом, причиненный ущерб потерпевшему не возмещен. Это раз. Во-вторых, уважаемый суд, я считаю, что квалификация действий подсудимой была дана правильно в ходе предварительного расследования, потому что она была главным бухгалтером и только благодаря этому положению имела у себя ключи как от офиса, так и от сейфа, где хранились денежные средства. Ваша честь, с учетом изложенной, я считаю, что вина подсудимой по части 3 статьи 160 УК РФ нашла свое подтверждение и прошу назначить не наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Спасибо, у меня все. Потерпевший, встаньте, пожалуйста. Вы желаете выступить в судебном клинике? Да, желаю. Пожалуйста, ваши отношения. Подсудимая обманула меня дважды. Первый раз, когда устроилась на работу и обокрала, а второй раз, как это сейчас очевидно стало, обманула меня еще раз, когда я ей поверил, что она была жертва. Прошу ее осудить со всей строгостью. Вот так вот. Присаживайтесь. Слово в защиту подсудимой предоставляется адвокату Беликовой Марине Сергеевне. Пожалуйста, слушаю вас. Спасибо, Ваша честь. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса. Сегодня мы рассмотрели очень неоднозначное дело. Многие участники сегодняшнего процесса, мягко говоря, говорили суду неправду. На развитие всей ситуации с моей подзащитной оказало влияние очень много факторов. В первую очередь, это нездоровый микроклимат, который сложился в компании, где устроилась работать моя подзащитная. С одной стороны, потерпевший, который откровенно и неоднократно домогался моей подзащитной. С другой стороны, это свидетель Белаковская, это жена потерпевшего, которая также высказывала по отношению к моей подзащитной очень негативные чувства, всячески выражала ей свою неприязнь. И тем самым в коллективе создалась такая ситуация, что молодая девочка, впервые поступившая на работу, просто не знала, как ей со всем этим справиться. Что касаемо информации о том, что моя подзащитная подверглась, действительно подверглась нападкам свидетеля Гриднева, то я не считаю, что сторона обвинения предоставила достаточные доказательства того, что этого факта не было. Биллинг-справка о том, что якобы телефон свидетеля Гриднева находился в каком-то другом месте, еще не подтверждает, что свидетель Гриднев мог находиться в одном месте, его телефон мог находиться совершенно в другом месте. Что касаемо личности моей подзащитной, то я все-таки считаю, что у нас здесь не классическая злодейка. Моя подзащитная, Елена Викторовна Панкова, из хорошей семьи. Она сама работает, она учится, она зарабатывает себе на учебу. Она никогда ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Да, я могу предположить, что определенные жизненные обстоятельства могли оказать на ее, может быть, неокрепшую молодую психику какое-то негативное влияние. Она здесь нам призналась, да, она действительно взяла эти деньги, но мы, в принципе, попытались показать, почему именно она взяла эти деньги, кто оказал на нее давление. И я считаю, что наша сторона все-таки предоставила доказательства того, что давление было, давление было достаточно серьезное, и у него действительно были основания опасаться за свою жизнь. Я все-таки прошу учесть также показания ее двоюродной сестры, свидетеля Панковой. Считаю, что то, что произошло, это не вина моей подзащитной, это ее беда. Она призналась, она искренне раскаялась. Я считаю, что то, что с ней произошло сегодня, послужит ей хорошим жизненным уроком. Я считаю, что вполне возможно исправление моей подзащитной без изоляции ее от общества. Учитывая все вышесказанное, личностные характеристики моей подзащитной, учитывая то, что совершенное ей преступление не представляет большой общественной опасности, я считаю, что моей подзащитной возможно назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Тем более, часть третьей статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации это предусматривает. Спасибо, у меня все. Спасибо. Право реплики. Нет, ваше честь, спасибо. Судебное премие объявляется закрытым. Подсудимые, встаньте, пожалуйста. Вам предоставляется последнее слово. Я хочу сказать, что в любом случае, я взяла эти деньги не по своей воле, я бы так действительно никогда не сделала. И человек, которому это во всем виноват, пусть тоже будет наказан. Я устала, честно, я просто хочу, чтобы это все закончилось поскорее. Все у вас? Я все, прошу. Не судить строго. Присаживайтесь. Суд удаляет освещательную комнату для постановления приговора. Из офиса частной компании в Арзамасе похищены 100 тысяч рублей. По подозрению в совершении преступления задержана бухгалтер компании Елена Панкова. Адвокатское расследование показало, что накануне пропажи денег на подсудимую оказывалось физическое и психологическое давление. У нее вымогались деньги под страхом изнасилования и убийства. Прошу всех встать, суд идет. Провозглашается приговор. Суд приговорил Панкову Елену Викторовну признать виновной в совершении преступления предусмотренного статьей 158 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства. На основании статьи 72 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации за честь время предварительного заключения и считать наказание по данному приговору отбытом. Меру пресечения в виде заключения по сражу отменить, освободить из постражи в зале суда. Приговор может быть обжалан и протестован в вышестоящий суд в течение 10 суток с момента провозглашения. Прошу садиться. В данном судебном заседании мы рассмотрели несложное, так сказать, уголовное дело. В основном мы занимались вопросом не кто похитил данные деньги, а причину, почему в данном случае наша подсудимая пошла на данное преступление. Конечно, это важный вопрос, и прокуратура продолжит этим заниматься, я думаю, и Следственный комитет. Что могло толкнуть? Ну, учитывая то, что фактически она свою вину признала, раскаялась, у суда стоял вопрос только о квалификации, о правильной квалификации, о чистоте квалификации ее действий. Я не случайно несколько раз в ходе судебного заседания задавал вопрос потерпевшему, передавали ли бухгалтеру деньги. Деньги были сняты со счета, то есть фактически ушли от рук бухгалтера. Статья 160 предусматривает присвоение растратуру вверенного имущества. Как мы установили судебное заседание, Панковой данные деньги никто не передавал, никто не вверял. Она, да, работала бухгалтером, она этим воспользовалась. Она похитила чужое имущество, но не вверенное ей. Поэтому ее действия должны квалифицированы быть как простая обыкновенная кража. Санкции данных статей почти одинаковые. Даже статья 160, она более тяжкая, так как она предусматривает дополнительные специфические меры наказания в виде лишения права работать, заниматься определенной деятельностью. Но, назначая наказание, суд учитывал также, что длительное время нахождения в местах лишения свободы молодой девушки, которая не представляет опасности для общества, это наказание очень большое. Суд направил частное определение в адрес прокуратуры и следственного комитета по факту решения вопроса об аресте Панковой. Как мы знаем, в нашем государстве в настоящее время по экономическим преступлениям, а в данном случае именно решался вопрос об экономическом преступлении, и по такой сумме человека, ранее несудимого, привлекать, применять меру пресечения в виде заключения по сражу, это, с одной стороны, преступно. Суд признал, что можно применить наказание, не связанное с лишением свободы, и вынужден зачесть время предварительного заключения. Но никак нельзя зачесть деньги и реальное лишение свободы. Поэтому, я думаю, с этим тоже надо разобраться. При избрании меры пресечения надо строго следовать закону, следовать обстоятельствам. Кто выходил, и также судебную коллегию, культационную коллегию судей, которые принимали решение по данному вопросу. На этом судебное заседание объявляется закрытым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok